Доброе утречко! Мы уже едем с вами кататься, гулять, потому что погода прекрасная. Доброе утро! Первое место, куда я отобралась, конечно же, секонд-хенд. Смотрю, что здесь есть интересное. Сегодня цена 18 евро за килограмм. Это недешево, поэтому вещи должны быть неплохие. Такой плащик, но немножко маловато. Что-то я сегодня промахиваюсь с размерами. Тут вообще промахнулась. Хотя брала с вешалки, где большие размеры. Было бы интересное такое, в общем-то, почти летнее польтецо. Но, увы, тоже чуть-чуть получше. Хотя, конечно, пуговки я перешила бы с сантиметров на пять. Это возможно, потому что здесь двойной ряд пуговиц. Вот такой плащик. Горошек. И с рукавами фонариком. И ненемишные сумочки. С девочками. Вот такая коротенькая польчишка или курточка. Светленькая. С высоким воротником, с тулечкой. В общем, даже ничего. Цвета мяты. Очень красивый такой цвет. Очень красивые здесь кружавчики. Такая светленькая, приятная ящица. Рукавчик вот так интересно собран. Прикольно. Желтенькая, но с этими разрезами, через которые будут видны бретельки. Не знаю, какой здесь нужен тогда. Расткалтер. Чтобы не бросать в глаза. В зоомагазине стенд с животными, для которых здесь покупают еду. Так сказать, наши клиенты. Нашла такой магазинчик с белорусской продукцией. Здесь столько все из Белоруссии. Разных фирм. Для ухода за собой. Замечательно. Что-то можно будет купить. Цена не дешевая, но есть и по акции. Вот, например, такой бальзам для волос. Всего евро. Жду троллейбуса ехать домой. А была вот в этом центре Илгутсенса, в торговом. Я тут немножко дома. Сбежала попить чаю, перекусить. И потом пойду дальше. Погода просто сегодня восхитительная, прекрасная. Это, ну, прямо лето-лето. Ну, воздух холодный. А солнце светит, как сумасшедшее. Поэтому гулять хочется. Смотрите еще, что здесь творится. А здесь такая мышенция загорает на солнце. Вот так она балдит. На кресле нашла себе, где еще солнышко светит. Она уже ушла. Сейчас уже 12 дней. Она уже ушла из квартиры. Практически осталась только на подоконнике. И вот здесь. И вот здесь мышенция загорает. Вот. А я сейчас немножко вкратце расскажу о том, что уже купилась. Потому что потом мне будет лень отчитываться. И купилась я, и посылочки, которые пришли. Вот сегодня такие сошки пришли от Марии из Санкт-Петербурга. Так неожиданно было. Вот. Потом с Алиэкспрессом. Наконец дошла до меня посылочка, которую я очень долго ждала. Это такие чашечки. Мне казалось, они покрупнее будут. Тут с рыбками внутри. Это для такого китайского чая. Будем с мужем пить чай. Из таких. Но здесь буквально надо один глоток. И чтобы он был потрясающий такой, вот как надо, заваренный. Наверное, сумасшедший, крепкий какой-то. И будет просвечивать сквозь прозрачный чай вот эти плывущие рыбки. Вообще идея очень красивая. Они выпуклые. Они такие 3D-рыбки. Здорово. Еще пришла тоже из магазинчика. Ой, я не могу сочетать на муху. Мне просто смех разбирает, какие она такие позы. Вот такие. Занимает. Так. Такая тоже. Тоже думала, что будет немножко покрупнее. Будет больше похоже на керамическую. Но здесь, я даже не знаю материала, с которого сделана такая горшочек. Это горшочек для цветочков. Ну, там что-то очень маленькое можно посадить. Какой-то суккулентик, который нет большой корневой системы, который долго будет расти. А вот здесь такие зайчики сидят. У них есть на эту тему много горшочков. То там лягушечка какая-то, там еще что-то. В общем, они смотрятся довольно мило. Вот такой вот тоже пришел. Из вещей ничего не купила, потому что цена 18 евро за килограмм показалась дороговатой. Если они как бы твои, они там могут спокойно до гораздо более низкой цены довисеть. И тогда можно будет купить и не переживать, что потратил на это много денег. Покупки из белорусского магазинчика. Я даже получила карту покупателя. Потому что когда на 10 евро покупаешь, то тебе уже выдается карта. И по ней можно скидку, по-моему, 15% на любой, кроме акционного товара. Оказывается, у нас есть эти белорусские магазинчики в Риге. Я уже теперь второй знаю. И наверняка еще где-то есть. Сегодня попало на волшебное слово скидки. Скидки и акции. Это просто какое-то магическое слово. Когда ты его видишь, то руки сами тянутся. Надо, не надо, покупаешь. Но из того, что я купила, практически, можно сказать, все надо. Итак, что же я купила. Так. Где оно тут все? За евро я уже показывала вот такая большая. Наверное, здесь полкило. 450 мл. Бальзама для волос. Очень приятным запахом таким. Лимонным каким-то. Надеюсь, он будет выполнять ту функцию, которая здесь и написана, что он для сухих поврежденных волос. Ну, поскольку я все время осветляю, они не могут быть неповрежденными. Это хорошо. Пускай будет. Просила крем для рук пожирнее. Вот самый жирный, самый лучший крем из всех, что я пока знаю, это Невея. Все-таки он очень хорошо действует на руки. И они у меня... Каждый день им обычно смазываются. Мазываются, но вот сейчас какое-то время уже перестала им почему-то пользоваться. Пробую что-то другое. Ну, вот попробовала взять такой с облепихой. Я его уже попробовала на руке. Слово попробовала я уже, по-моему, несколько раз произнесла. Еще раз попробую. Понадоедаю вам. Ну, что сказать. Может быть, конечно, он и великолепно, и супер как-то восстанавливает. Потому что написано, что он для сухой и очень сухой кожи. Но по ощущениям он не жирный. Он скорее такой вот увлажняющий. Уж не знаю, в чем его будет заключаться волшебная сила восстановления рук. Может быть, именно в той самой облепихе, которая там заявлена. Ну, посмотрим. Так или иначе, запах нежный, приятный. Это немаловажно. Иногда почему-то крема для рук пахнут довольно-таки вызывающе, скажем так. Взяла две зубные пасты. Всегда, так сказать, пригодятся. Цены приятные. Одна с прополисом, вторая с минералами Мертвого моря. Объем там побольше, поэтому. Цены были по акции в среднем от 0,90 центов до евро 20, евро 30. Как-то так. Это вещь нужная. Зубы мы чистим каждый день. Даже по несколько раз в день. Потом, тоже взяла, потому что было по акции. Посмотрим, как по качеству. Ничего не знаю, ничего не могу сказать. Фирма Vitex. Vitex, да, так считается. Два таких средства. Одно натуральный крем для ухода вокруг глаз. И второй для лица ночной. Там с экстрактами ангелики, чего-то такого. Ну, в общем, будем надеяться, что чего-то натурального. У меня есть пару средств белорусских, косметических по уходу за лицом. Я давно использую, мне очень нравится. И как же я могла не найти хоть какой-нибудь аромат. Ну, я всегда найду где-нибудь какие-то духи или что-то такое. И вот там в таких маленьких коробочках такие роликовые ароматы. Очень приятные. Парфюмчики, не парфюмчики, не знаю, как их там назвать. Они с металлическим этим шариком роликом. И на основе такой маслянистый. Поэтому они должны держаться хорошо. И что приятно можно носить с собой. Этот мне очень понравился под названием Paradis. Там был еще один какой-то очень сладкий, один очень мускусный. А вот этот... Так, сейчас я вам скажу, что тут в пирамидке. Ну, я так понимаю, что здесь в основном какие-то цветочки, какие-то фруктики. Что-то тропическое и очень вкусненькое. Давайте зачитаем пирамидку. Так, у нас здесь сорбет из черной смородины. Бергамот какие-то свежие или летние. Тут написано цветы свежие, по-моему. Интересно, могут быть где-то не свежие цветы в пирамидке. Это у нас верхние ноты. Жасмин, мироль – это ноты сердца. И в базе тубероза, мускус и амбра. Ну, вот это шлейфовые. То, что должно быть шлейфовыми нотами. Не знаю, как там со шлейфом. Но они очень приятно садятся, чувствуются. Просто восторг. Мне кажется, это никакого шлейфа не будет. Это будет что-то такое прилипшее, близко, но приятно. Вы будете ощущать, и это будет вам поднимать настроение. Ну, вот так. Теперь движемся дальше. Ну, есть кое-какие еще планы. Там что-то надо сделать, походить, погулять. И сегодня вечером у меня тоже опять доставка новых ароматиков. Там Катя заказывала через меня, и я там что-то подзаказала. Поэтому будет, что потом рассказать. Но это тоже, наверное, будет отдельное видео. А сейчас еще пока немножко будет прогулочка. Выбираясь опять в район Агинсклазского рынка, хочу все-таки купить эти ортопедические стельки, чтобы было ноге получше. Потому что даже в этой комфортной обуви ходить немножко сложновато. А какая ворона классная. Заодно посмотрим, что там еще есть. Там есть такой же Киломакс, в котором есть тоже одежда за те же 18 евро за килограмм. Ну, то есть второй магазин. И наш любимый Хопен. Так что иду на остановочку. Дешевая парфюмерия в китайском магазине. Напоминает все, что только можно. Большой магазин китайских товаров на Гетсклазском рынке. На втором этаже. Чего здесь только нет. Можно посмотреть на то, что мы заказываем на Алиэкспрессе. Сумочки, например. Вот здесь они, конечно, будут немножко дороже. Вот какой большой красавец тоже с потефилом растет. Заходила в девушний Киломакс. Но ничего интересного не нашла. Поэтому теперь иду пешком домой по такой чудесной погоде. Солнечный всегда в больших торговых залах. Растения растут прекрасно. В библиотеках, в аптеках, хочется сказать. В больницах, в поликлиниках. Здесь тоже такое шикарное Дефенбахе потрясающее. Офигус тут все растет. Замечательно себя чувствует. Погода чудесная. Становится все теплее. И хочется где-то еще гулять и гулять. Хотя уже ноги устали. Но я купила ортопедические стильки. Надеюсь, теперь будет полегче ходить. Посижу немножечко тут в парке. В таком небольшом, чтобы ноги отдохнули. Не подумайте, отсюда примерно полчаса. Таким успешным шагом. У меня уже нагулино 6000 шагов сегодня. И хочу проверить за полчаса, сколько у меня получается. Не останавливаясь. Ну вот пока такая небольшая остановочка. Вот там за забором красивейшее здание. Это, по-моему, какой-то отель. Такая дорогая гостиница. Здесь вот такой небольшой сквер, садик, парк. Небо без единого облачка. Абсолютно голубое. Красота. Этот парк или сад, оказывается, называется Коба-Сдарс. Сад Кобы, потому что Коба это город побратим с Ригой. Хочется снять шапочку, но порывы холодного ветра не позволяют это сделать. Все-таки. Так что подождем еще. Я иду по улице, которая называется Маза-Нометню. Здесь такие старые деревянные дома и линия второго трамвая. А вот и трамвайчик. Здесь нигде нет никаких магазинчиков. А мне уже хотелось бы попить какой-то водички. Ну, придется, очевидно, искать что-то в районе железнодорожной станции. До нее примерно 10 минут. А 10 минут я смогу потерпеть. Какие здесь деревья красивые. По-моему, это каштан впереди. Кто это тут такой на нас смотрит? Кис-кис-кис. Свернул с этой пыльной дороги. Частично еще она булыжная. В районе трамвайных путей. И повернул к железной дороге. Такой старенький-старенький кирпичный дом. Это какое-то несчастливое пальто. Второй раз, когда я в нем, на меня какает птичка. Что это такое? Будем надеяться, что к чему-то хорошему. Я уже вышла на железнодорожные пути. Сейчас дойду до магазинчика, до станции. Куплю что-нибудь попить. Какой песик охраняет. И даже внимание не обращает на меня. Впереди Канцевский мост. И станция железнодорожная, которая называется Заслаукс. Хотя нигде не видно деревянных шпалок. Тем не менее, пахнет какой-то смолой. Может быть, где-то какие-то щепки остались, когда меняли на бетонные перемычки. Такой запах интересный. Какой-то смолы. Но такой неприродной смолы. А которой там конопатят, коптят какие-то суда. Чтобы они не утонули. Такая черная смола, которая варится. На станции все собираются на перроне. Значит, сейчас подойдет поезд, который едет в Юрмалу. Когда же я соберусь, наконец, тоже туда съездить. Все никак не получается. Подождем электричку. Посмотрим на поезд. И зареги отсюда две остановки. Люблю стоп-поезда. Еще один котяра. Рыженький, хорошенький. Станция почти не изменилась, как она выглядела много лет назад. Так выглядит и сейчас. Тоже очень старенькие домики. Были здесь, наверное, сто лет назад. В Добжелезной дороге. Почти дома. 8485 шагов. Наверное, это примерно где-то 6 километров. Ух, хотелось бы больше, но, судя по всему, больше не получится. Устала. Еще один кот симпатяга. Кс-кс-кс-кс, посмотри на нас. Классавчик. Ну вот я и дома. Я дома, дома. Ура, устала ужасно. Ноги гудят. Нагулялась. Мышенция пришла ко мне тут подлизываться. Ну, собственно, прогулку вы видели. Купила вот такой вот очень вкусный сок. Дорогой. Манго-апельсин. Чье производство. Ну, какое-то не наше. Ну, на самом деле, очень хороший. И в магазине Хопани две маленькие статуэточки. Тема котов у меня продолжается. Это вот такой вот смешной котик. Он интересен тем, что его можно посадить... Ну, так сделана фигурка, что его можно на что-то посадить. На стол или еще где-то. Вот так он будет... Вот так он будет сидеть. Очень классненький. У меня сегодня все время котики попадались. И поэтому... Вот такой вот котик. И такой смешной лесной человечек. Если будет видно. Но у него какая-то особая своя энергетика. Это что-то типа лесного человечка. Лешего какого-то. Это в подарок моему мужу. Ему нравится всякая болотная тема. Кикиморы там разные. У нас на новой квартире висят везде картины с изображением болот. Очень атмосферно, красиво. Но как-то материализуется, надо сказать. Потому что влажность там очень повышенная. И пришлось вообще купить со временем осушитель воздуха, который там работает летом беспрерывно практически. Вот такая вот сегодняшняя прогулка. Такой вот влог. Мне осталось поделать кое-какие домашние дела. Получить посылочку. Отнести кате. И тогда уже завтра я смогу рассказать о каких-то новых ароматах. Всего хорошего. До завтра. До встречи. До встречи. Продолжение следует...